Современные исследования показывают, что у новичков Warface, а также ветеранов, которые решили вернуться в проект, часто наблюдается разрыв жопы. Но несмотря на такую негативную тенденцию, наши специалисты уже нашли выход. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Уникальные внешности и могучие пушки. А при первом пополнении плюс 100% кредитов придёт. Врывайся, здоровый Warface тебя ждёт. А гол всё-таки к пацанам смотаемся на пиво в кикбоксёры. Дебил ты кусок, сколько раз тебе повторять. Город называется Чебоксары, а не кикбоксёры. Кроме этого, далеко я не пью. Приветствую вас, элли джентльмены, другие подруги. И с вами Рокутанин, капитан очевидность. И естественно, свежие изменения на ПТС Warface. Нерфу подвергся Корд. Скорпион, ну мы его до сих пор не рассматривали, годнота. А кроме этого, в Warface у нас, по-моему, наметилась своего рода скрытая имба. И начнём, конечно же, с Корда. Пулемётик мощный, пулемётик нагибной, щьющий сквозь большинство препятствий. Всякие там ящики, всё это насквозь прошивается. Всё, сука, на его пути нагибается. Ах, сосать, нерфанули. Теперь ящики он не простреливает, а дача у него более, мне кажется, геморройная стала. Да и в целом, наверное, метой теперь Корд не будет. Но что самое интересное, теперь он очень интересен при применении уникального мода, который снижает темп стрельбы, но значительно понижает отдачу. Лупит точечку, отдачи нет вообще. Но, правда, конечно же, страдает в какой-то степени боевая эффективность. Видать, зря я на него донатил, это теперь обыкновенная ПВЕ-сосалка. В общем-то, в целом, наверное, да, Кэпчик прав. Это теперь больше ПВЕ-оружие. Ну, надо сказать, блин, для ПВЕ это очень классное оружие. Это может быть теперь лучшая пушка для ПВЕ у штурма. Он прямо очень кайфовый, с уникальным модом, реально только в точечку, прямо в точечку, в точечку. Долбит, сука, вообще никакой отдачи, огромный запас патронов, ну просто шикарно, реально. Для ПВЕ он стал прямо супер топ, супер годнота. Для ПВП, вы знаете, как я вам скажу, он не мета однозначно теперь. Ну, такой там топ какой-то, там 4-5, что-то в этом духе. В общем, for fun и поиграть день там на алмазе даже попрыгать, побегать вполне можно. То есть совсем калом не стал, но да, ребят, того корда, к которому вы привыкли, больше нет. Всё. Он не простреливает, так не прошивает поверхности, у него более геморрольная отдача. И теперь он преимущественно, конечно же, вот прямо будет раскрываться на 100% именно на ПВЕ. Ладно, не отмазывай этих рукожобов. Скажи лучше, что они со Скорпионом сделали? А вот это, капитан очевидность, тот случай, когда могу сказать, вот, друзья, вот, прямо говорю, вот, прям как есть, как чувствую, как нагибается, сука, как играется. Вот прямо смогли на 100%. Вот прямо смогли. Вот это реально возрождение легенды. С одной стороны, Скорпион не стал имбой. Нет, он, наверное, похуже будет, чем Сав, там, наверное, попроще, даже, может, попроще, чем Хани Бэджер. Но как-то, сука, вот он так настроен, что он очень приятный, и, в принципе, с ним можно божить. То есть можно взять Скорпион и пойти какой-то на Амастер или даже Грандмастер и тащить там, да, без шуток. То есть он что-то около меты, где-то рядом, вот тут, прямо так настроен, что он прям, он вписывается. Он вписывается в любой баланс на любом уровне мастерства. Он пишется. С ним можно везде себя показать. Он реально, сука, хорош. Очень хорош. В тот случай, когда у разработчиков действительно получилось сделать пушку такую прям топ уровня, ну, вроде как бы и не мета, ну, вроде и не особо хуже. Вот просто реально годнота. Прям реально подарок. Вот возрождение легенды. Взять, поностальгировать, пойти и поиграть паблики. Да хоть, опять же, хоть на Мастер-Грандмастер. Взял, пошёл. Разочарован ты точно не будешь. Это прям классная, душевная, обалденная пушка. В ней прекрасно всё. Имеется отдача, но она мягенькая. Она приятная. Она не раздражает. Прямо всё для души, сука. Всё для человека. Ты берёшь и понимаешь, сука, это тот самый Скорпион Эва. Это та самая годнота. Здесь разработчикам однозначно плюс. По корду не могу сказать, что плюс, как бы, дискуссионно. С одной стороны, хорошо, что нерфанули момент, что он простреливал всё и вся. Это спорно. Но, как бы, да. Он совсем теперь прямо чувствуется, что он проседает по сравнению с топ пушками для ПВП. Сейчас ещё М-пар у нас будет. У нас ещё будет Скар Эйдж. И я думаю, что на их фоне, даже на фоне того же Скар Эйдж, который сейчас обзавёлся, кстати, более высокой отдачей. Но, в принципе, играбелен, хотя не хотелось бы разработчики. Лучше бы, правда, нерфанули ему немножко магазин, там, сделали бы 20-25 патронов, как раньше. Но не трогали отдачу. Она и так не самая приятная, хотя, ну, более-менее неплохая была. А сейчас, как бы, ну, ладно. Скарчик — это другой разговор. В общем, корд в плане ПВП слишком сильно нерфанули, я считаю. Его надо как-то сбалансировать. Опять же, может быть, за счёт уникального вот этого мода убрать там какой-то штраф или как-то по-другому сделать. Ну, надо немножко апнуть, штраф может на племстрельбы меньше там сделать. Он должен быть такой же, опять же, корд должен быть, ну, плюс-минус на уровне меты. Ну, может быть, чуть слабее. Ну, вот не так, как сейчас, что уже прям прилично ощущается. А так, ну, в принципе, годнота, но немножко перегнули здесь палочку. Со Скорпионом, сука, тот редкий случай, когда разрабы прямо просто взяли, пушку апнули и сразу зашло. Вот, это просто хорошо, это реально хорошо. Блин, я не хочу, чтобы его апали. Я не хочу, чтобы его нерфили. Он реально просто, он классный. Вот такой пушкой должна быть. Муа, персик. Ты, братан, конечно, красиво излагаешь, но объясни мне, что в нарезке делает МакПул? Так это же самая интересная капитана свидость. Собственно говоря, ради этого весь видос, прежде всего, и затевался. МакПул, ребята, пошёл я попробовать, насколько у нас на ПТСе нерфанули корд, что он из себя представляет. Посмотреть всё-таки, наконец, проверить полноценно, прям, побольше покатать, что из себя представляет Скорпион. И тут внезапно. Игрок, судя по всему, мой подписчик под ником 8452. А знаю, сука, момент у Курины с названием ника, с его именем. Но это Warface, как бы, наши ребята, они с юмором, да. Так вот, 8452 бегал с МакПулом, и, кстати, очень жёстко, сука, с ним раздавал, нагнул всю нашу комнату. Да, разочек было такое, прямо, сука, натянул. А я ещё убегаю такой, со Скорпионом, начинаю, ну, стрелять, причём на большой дистанции. Классический там МакПул Сосо Павлиашвили делает на дистанции. Он меня разбрил, сука, потом ещё разбрил, потом ещё разбрил. Я не могу понять, что такой, ну, как бы, ну, этот, нейросетевик, профессионал. Вроде нет. Вот, в одной катке нагибал, в другой Сосо Павлиашвили сделал. Ну, вроде как натурал. Хрен его знает. А потом он мне пишет, Ракуха, здорова, родной? Я говорю, здравствуй, здравствуй, дорогой. Он говорит, иди попробуй МакПул. Вахуй будешь просто. Серьёзно? Да. Всё, реально я был вахуй. Ха-ха-ха-ха, пушка, воу, мама мне, тысяча темпа, больше 100 урона. В тело, сука, множитель 1,6. Это как вообще такое может быть? Я не, извините, это СТК, это просто новая СТК. Ну, нет, как бы не СТК, там отдача поменьше, немножко падение урона другое. СТК, ну, в целом, ну, честно, как? СТК больше нет, и слава богу, в общем, да, вы поняли. СТК-то вообще им бой был. Хотя, в принципе, да, есть другие варианты. Но, 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 хочу сказать, что МакПул, конечно, СТК полноценно не заменит. Но, вы знаете, он как бы приблизился к этому уровню. Вот если не вплотную, то так, ну, достаточно, сука. Вот там ещё, на пол шишкаря уже, и всё, и ты там будешь, в области СТК. Очень хорошо, очень мощно пилит. Вы знаете, напоминает КТАР былые времена. Ну, помните, те самые там, 13-й, 14-й, сука. Ха-ха-ха-ха. Блин, господин от Сосницкий в гости заходил, когда КТАР появлялся где-нибудь. То есть, пилит жёстко, пилит люто людей. Прям очень классная пушка. Наверное, всё-таки, может быть, не СТК, не совсем тот КТАР, но очень хорошо. Очень хорошо. Вы знаете, это заявочка, это прямо, это очень годная пушка. Я не ожидал, ну, просто вот, МакПул это пушка, на которую, на ПТСах последних, никто внимания не обращает. Естественно, все ломанулись исследовать, пробовать, щупать там. СКАР Эйдж там, как Корт фиксонули, что там с СКСом, что случилось с КТАРчиком. Ничего особо не случилось, как бы, да. Особо лучше не стало, опять, дикая отдача, ну, для нынешнего Варфейса, как бы, ну, не очень. Я понимаю, что есть ребята с ультрамягким ходом, но мне кажется, по-моему, МакПул лучше будет. В общем, есть разные изменения, дополнения, улучшения. Там Мак-7 какой-нибудь, Гарибаль, ЮСАС. Люди пошли все это тестировать. И как-то все его упустили из виду, что вообще-то МакПул тоже у нас апнули. Ну, вроде не так уж сильно, вроде туда-сюда, как бы, на первый взгляд. Но ты заходишь, берешь его в руки. Сука, он реально просто наклонирует жесточайся. Очень классная пушка стала. Я думаю, когда выйдет обнова на лайф, я надеюсь, его не будут фиксить. Он хороший, он не имба, но он такой прямо вот, ну, да, вот. На уровне, на уровне прямо. Он не шибко-то мете сейчас уступит. Этот ствол очень и очень прямо заслуживает внимания. Как минимум, если он у вас уже есть, взять его попробовать в обновленном виде, я вам крайне рекомендую. Очень, я думаю, многим зайдет. Это очень классная и достаточно жесткая пушка. Честно говоря, такого не ожидал. Кстати, друзья, помимо всего сказанного, что прошу вас сделать? Напишите, какие еще обновления на ПТС мне стоит рассмотреть. Вы знаете, в последнее время мне даже не столько нравится играть. Это я тоже буду делать. Ну, я имею в виду, там, записывать геймплей на видео. Мне нравится рассматривать ПТС, потому что в последнее время разработчики реально много годноты завозят. И кроме этого, благодаря тому, что они завозят много годноты, худо-бедно, но на ПТСе сейчас, слава тебе, господи, есть с кем играть. Есть. Обычно там было, зайдешь и можно целый день искать комнату и найдешь комнату, там 5 человек и потом разбежались. Ну нет, сейчас так плюс-минус, сука, на пол шишкаря там покатать можно. Человек 10 в комнате порой, порой даже полная, редко. Но тем не менее, в общем, ездя записывать материал, много изменений, много нововведений, много интересного. Поэтому пишите, что хотите увидеть. Ну, скорее всего, следующее... Нет, не буду. А-а-а, сюрприз будет, да, не будет. Макпул, как раньше, Ктар. Тогда вопрос, а нахрена нам Ктар? Это, кстати, тоже хороший вопрос. Да, я вот что-то думаю, что я упустил, сука. Э-э, ну нет, в принципе, чем мы о Ктаре будем говорить? Ктар, э-э, я же сказал, ребята, да, я вас уволю, сука. Э-э, чем вы слышали? Ктар, Ктар, Сосоповляшвили. В принципе, по-моему, Беретта RX тоже. Ну, надо будет еще покатать. Наверное, может быть, про них я видел не исключено, что сделаю следующее. Э-э, вы поняли. Там не все идеально. Не идеально, как бы, еще апать и апать, доводить до ума. Надо, надо, разработчики. Юсас, Ктар, Скарэйдж, вот всю эту годноту. Беретта RX, вот, их надо до уровня Скорпиона всех довести, вот. Когда у тебя есть Скорпион, ты выходишь, ты можешь с Сафом постреляться. Можешь с Хани Беджером, можешь еще с чем-нибудь. Ты можешь стрелять со всеми. Да, может быть, Саф там чуть дальше тебя лучше будет убивать, там, как бы, в каких-то моментах там. Это понятно, Базару 0, он, там, уступает, может быть, Микке. Но, блин, Скорпион реально хорош все равно. Вот нету такого разрыва, знаешь, типа, вот. Вот это намного лучше, это намного хуже, там. Ситуация примерно такая же, как в свое время, там, с Дезертеком, Диара Си и Скорпионом. Большинство гонялось со Скорпионом, кто-то с Дезертеком. На самом деле, по сути, это почти два одинаковых ствола были. Разница у них была минимальна, понимаете. Или как разница между, не знаю, там, Юсасом и Сайгой. Ну, типа, когда Сайге темп стрельбы нерфанули, наверное, Юсас был получше. Но разница нифига не космическая. С Сайгой можно было так же наклонировать и Юсасников перестреливать. Вот примерно такая разница должна быть между легендами и топовыми новинками метовыми. Вот, это, ну, это мы уже десятый раз вернулись к одной и той же теме. Не будем на ней снова останавливаться. Хочу вам сказать огромное спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, чешите яйки, вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами.